Здравствуйте! В эфире актуальное интервью в студии Кристины Алексеева. 27 мая день библиотек. Узнаем, чем живут ставропольские храмы литературы в студии. У нас в гостях Елена Великородная, заведующая научно-методическим отделом Ставропольской краевой библиотеки детской имени Якинцева, и Мария Леденева, главный библиотекарь отдела библиотечного обслуживания учреждения. Елена Николаевна, Мария Борисовна, здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас в студии приветствовать и вас. Хотим поздравить с этим праздником, потому что в первую очередь это день не только самого учреждения, но и тех людей, которые в нем работают, тех людей, которые посещают. Так вот, день библиотек. Расскажите, какие у вас мероприятия к этому празднику запланированы? Да, действительно, у нас большой праздник к нам приближается, он ежегодно отмечается. Библиотечная общественность, и мы, естественно, готовимся. В этом году по счастливому совпадению так получилось, что наш профессиональный праздник совпал с днем социальная культурная акция, когда проводится Библия Ночь. Естественно, мы, библиотекари, готовимся к этому дню, к этому вечеру. Кстати говоря, во всех библиотеках это называется акция Библия Ночь, у нас она называется несколько иначе. Она у нас называется Библия Ночь, время детское. Причем детское крупными большими буквами. Итак, у нас запланирована прекрасная программа, которую, я уверена, посетят и взрослые, и дети. Я хочу даже зачитать пресс-релиз, который мы подготовили к этому дню, потому что программа настолько насыщенная, настолько интересная, даже не хочется ничего. Но вы сейчас зрители наши должны достать ручки и записывать. Записывать, может быть, и не надо, но отмечать и ставить некоторые акценты, что лучше, что им хотелось бы посетить, стоило бы, стоит вернее. Итак, в значимую для всех российских библиотек дату Ставропольская Краевая детская библиотека имени Якимцева приглашает всех жителей и гостей города в книжный мегаполис детства, где участникам будет предложена масштабная событийная программа, выступления танцевальных и песенных коллективов, театральные представления, мастер-классы, разнообразные тематические площадки. Главными действующими лицами акции станут герои книг, сами книги, писатели к нам придут и читатели дети, конечно же. Любителей детективных историй ждет литературный квест «Секрет заброшенной библиотеки». Участникам квеста предстоит увлекательное расследование с мистическим, полным тайной загадок, сюжетом и запутанными головоломками. А вот юные артисты музыкальной студии мастерской мюзикла «Киви» представят зрителям литературно-музыкальный спектакль по рассказам Андрея Усачева про озорную и забавную собачку Соню. Арт-резиденция книжной истории пригласит гостей библионочи на серию занимательных мастер-классов по созданию бумажных композиций на тему прочитанных книг. На творческой площадке «Литературное наваждение» посетители акции смогут встретиться с известными ставропольскими писателями, которые пишут как для взрослых, так и для детей. Это Елена Гончарова, Николай Ананченко и поэт-композитор, председатель Ставропольского регионального отделения Российского союза писателей Еленой Садовской. А вот далее вообще интересная тема. Хозяйка Медной горы у нас будет присутствовать в библиотеке. Малахитовая чародейка и правительница царства таинственной силы, которая приоткроет гостям завесу тайны между настоящим и будущим. Весь вечер будут работать игровые площадки. Настольный игрокон «Твой ход», литературный игродром «Чтение время» по техе час. А в ретро-павильоне у нас еще будут показывать для деток диафильмы. Те самые пленочные фильмы, которые когда-то смотрели наши мамы, папы, бабушки, дедушки. Ну и мы в том числе попали в эту плеяду. И вот эти просмотры диафильмов подарят современным детям новые, неизведанные впечатления. И они узнают много нового. А родителям подарят приятные воспоминания. Далее, порадуют гостей библиотеки «Аквамастерская» и «Узнаю вас» в «Гриме», где деток наших разукрасят, разрисуют. И фотозона вместе с книгой. Ну а в конце библионочи так любимая детьми зажигательная дискотека будет. Даже дискотека в библиотеке. Скакать будут. Стены выдерживают еле-еле. Спасибо большое. Вот такая у нас будет библионочь в этом году. Такая насыщенная программа. Время не детское. Время у нас будет, кстати, с 27-го числа с 16.00 до 19.00. Прекрасно. То есть вот три часа веселья, озорства, каких-то познавательных моментов. В общем, много чего интересного будет. Пожелаем вам, чтобы вот все реализовали в полной мере и посетители, и зрители, это, получается, и читатели остались довольны. Но в целом мы сегодня будем говорить о роли библиотек в современном обществе, о том, как сегодня в вашей библиотеке строится работа. Так вот, как вы считаете, какую роль сегодня наши библиотеки, библиотеки детские, ваша библиотека играют в воспитании культуры в обществе? И детская библиотека, и любая библиотека. Вот роль всегда библиотеки одна во все времена. И она и сейчас остается той же самой. То есть почему-то считается, что библиотека – это место, где только берут книги. На самом деле это место, где дети встречаются, где они общаются, где они азы общения первые черпают именно в стенах библиотеки. Ну и самое важное, конечно, сейчас пришли на ум слова известного советского педагога Сухомлинского. Если раз позволите, я их зачитаю. Чтение в годы детства – это прежде всего воспитание сердца, прикосновение человеческого благородства к современным уголкам детской души. То есть без чтения ни о какой культуре ребенка, взрослого говорить невозможно. Будь это XIX век, будь это XX или, как сейчас, XXI век. То есть воспитание культуры, культуре в стенах библиотеки – это территория. Библиотека – это территория воспитания культуры, я бы так сказала. Расскажите о ваших посетителях. Кто это сегодня, кто приходит? Это как дети узнают, наверное, о библиотеке и почему остаются постоянными такими посетителями? Ну, мы краевая детская библиотека. Это уже говорит о том, что у нас основной контингент читателей – это дети. Дети, вот вы, может быть, удивитесь, но буквально с нулевых дней жизни. Их приносят на руках еще мамы и папы. Да, вот уже детки вдыхают этот вот особый воздух в библиотек. И дальше у нас идут дошкольники, начальная школа, средняя. Старшие остаются с нами, потому что влюбляются в нашу библиотеку и уже не могут остаться без нее. С детьми приходят родители – папы, мамы, дедушки, бабушки. Но они не просто сопровождают своих детей, они сами знакомятся с той литературой, которая сейчас представлена детям. Потому что появилось много новых авторов, много очень новых книг интересных. И для того, чтобы быть с ребенком на своей волне, понимать его, нужно тоже читать, узнать то, что он читает, что ему нравится. Кроме того, они находят и для себя, для своего возраста литературы. Наша библиотека имеет возможность такие услуги предоставить. Потом семейное чтение – это же очень важно. Читающий ребенок, он всегда будет в читающей семье. Это основное понятие. Если семья читающая, то ребенок тоже будет читать книги. Не надо ему рассказывать о том, что вот читай, вот возьми эту книжку, почитай. К примеру, он всегда на глазах. И, конечно, у нас приходят наши жители нашего района, кто находится в шаговой доступности от библиотеки разного возраста. То есть мы им не отказываем в этом. Мы предоставляем им такую услугу. Потому что вот то поколение, в основном это старшее поколение, то поколение, которое выросло в советские времена – это читающие поколения. Вот. А так, конечно, в основном наши любимые дети разного возраста. Замечательно. Ну, наверное, чтобы постоянно быть на одной волне с детьми, чтобы вы их понимали, они вас понимали, нужно какое-то движение, изменение. И вот внедряются ли у вас какие-то новые формы, методы работы? Как успешно? Вот этот вопрос, когда я его слышу, я могу отвечать на этот вопрос, знаете, долго-долго, рассказывать долго-долго. Потому что всегда то, как работают библиотекари края, то, как работают библиотекари Якимовки, вызывает восхищение не одной меня. Я надеюсь на это. Потому что работают библиотекари настолько по-новаторски. Они в постоянном поиске, в постоянном. Всегда, когда читаешь отчеты из библиотек, думаешь, ну, что еще можно придумать, что они еще могут изобрести. Я вот сейчас назову только несколько форм, которые широко используются библиотекарями во всех библиотеках, которые обслуживают читателя ребенка. Например, рейды поиски, книгоигры, либмобы, литературные аукционы, вечера поэтического настроения, книжные дефиле. Далее, еще массовые формы работы, когда библиотекари выходят на улицы и начинают проводить уличные фестивали литературных героев, книжные марафоны, шествия героев, костюмированные. Кстати говоря, Нефтекумцкий район могу сейчас даже назвать. У них это традиционный карнавал, шествия литературных героев именно в костюмах. Далее, библиотеки края проводят различные сетевые акции в онлайн-режиме. Приведи друга в библиотеку, книга ищет читателя, хорошую книгу в хорошие руки, улица читающих людей, чего только они не проводят. Очень перспективное направление деятельности библиотек – это проектная деятельность. И вот тут вообще диву даешься. Люди, библиотекари, те, которые, я же говорю, повторяюсь, большинство людей считают, что ну что в библиотеке делают, книгу выдал и все. И как пример сейчас хочу привести следующий. Это новый творческий подход и смелость библиотечных специалистов Апанасенковской детской модельной библиотеки. Вот их труд, их задумки, их фантазия привели их в Москву вместе со своей юной читательницей Дашей Минко. Вот это смелость их в создании нового краеведческого проекта, посвященного природе приманочья. То есть вот этот маноч Гудила, который у них в районе находится, они создали краеведческий проект, который назвали «Мультисторией маноч Гудила». Вот за этот проект библиотека была награждена благодарностью Министерства культуры Российской Федерации. И они достойно представили этот проект на первом международном детском культурном форуме в Москве. Вот этот проект позволил им приобрести новое оборудование для анимации. Они сейчас снимают 8 серий мультипликационных фильмов именно по природе приманочья. Про пеликанов маночских, про тюльпаны маночских и так далее. То есть вот эта работа библиотекарей, такая местечковая, казалось бы, вдруг вот так вот выстрелила, что о них узнала вся страна. Замечательно. Хочется только гордиться и понимать, что сегодня библиотека из просто места, куда ты приходишь за книгой, превращается в культурный центр. Место, где собираются, создают, творят. Такое вот прямо мастерское творчество, чтение, познание, культура. И, кстати, вот этот мультпроект, это второй в крае у нас. И мы можем этим гордиться, потому что по стране там мультстудии существуют в библиотеках. Но у нас в крае это второй, первый в Кочубеевском районе. Есть еще одна такая форма привлечения, наверное, молодого поколения. Это не так давно введенная Пушкинская карта, которая сегодня, она набирает обороты. Как у вас работа ведется в рамках этого проекта? Стало ли больше посетителей? Вот вы знаете, в программе Пушкинская карта мы работаем совсем недавно. Вот с января месяца только мы начали. И мероприятий, запланированных по Пушкинской карте, тоже у нас совсем еще немного. Но что радует, что эти мероприятия пользуются у детской аудитории, именно у школьной детской аудитории большой популярностью. И я назову, они у нас, эти мероприятия, представлены на официальном сайте нашего учреждения, и я их назову, коли их так немного. Это цикл лекций «Акцент на классику». Проходит он в рамках культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Ну вот, например, лекция романа Пастернака «Доктор Живаго» в контексте стихов главного героя. Вот такая тема серьезная. Вот ее посещают у нас с удовольствием школьники. И серия мастер-классов «Леттеринг». «Искусство в буквах» слово-то какое, да? Вот на этом мастер-классе участники узнают все об этой науке, ее особенностях, основных правилах. Знакомят ребят с известными мастерами со всего мира. И также они изучают мастерство каллиграфии, то есть искусство красивого написания. Вот такие у нас пока мероприятия. Но мы, конечно, развиваемся, мы думаем, как дальше двигаться с Пушкинской картой. Замечательно, что уже эффективность свою доказывает карта. Я думаю, что чем дальше, тем больше. Ну, один из самых интересных вопросов, когда вы у нас бываете в гостях, мы всегда говорим о книгах. И сегодня, ну, не могла библиотека Якинцева прийти без книг. Так вот, какие новинки подготовлены для детей? Что посоветуете прочитать этим летом? Ну, я хочу сказать, что грамотно читающее общество – это гарант национальной безопасности страны. Вот. И исходя из этого постулата, главная задача библиотеки, конечно, это поддержка детского, подросткового чтения, популяризация книг и библиотеки. А для этого, конечно, необходимы книги. Наша библиотека комплектуется очень интересными книгами, разноплавными. Вы знаете, вот хочется читать всё и сразу. Вот я хочу вам показать интересное издание, очень важное издание. Это серия «Бессмертный полк». Она выходит недавно. Каждая книга посвящена какому-то герою. Это люди, которые положили свои жизни за Отечество на фронтах, начиная с Первой мировой войны, Вторая мировая война, и вот сирийские события. Вот данная книга «Лидия Литвак», «Белая Лилия Сталинграда». Вот так её называли во Великую Отечественную войну в Сталинграде. Это женщина-лётчик-истребитель, сбившая наибольшее количество немецких самолётов среди женщин. Книга очень интересная. Вы знаете, прекрасные иллюстрации. Прекрасные иллюстрации, хороший шрифт, прекрасно подобранный текст для возрастной категории. Книги серии «Великие битвы России». В данном случае это «Куликовская битва». Я вам принесла показать книжечку. Это об одном из важнейших сражений в истории нашей страны, определивших судьбу нашей Родины, нашего народа. События, после которого начался путь к объединению русских земель. Вот такая книга. Тоже очень хорошие иллюстрации, великолепные, великолепные иллюстрации, великолепный текст. Книги серии «Детям о Великой Отечественной войне». Но почему я показываю вначале эти книги? Мы не можем обходиться без этой темы, потому что она живет в душе каждого гражданина нашей страны. И дети воспитываются тоже именно на этих книгах. Они с огромным интересом читают эту литературу, потом делятся своими впечатлениями. И, знаете, герои их настолько захватывают и события, что они хотят прочитать дальше, еще узнать что-то. Вот тоже серия «Военное детство». Это серия, конечно, о детях, чье детство и юность прошла в годы Великой Отечественной войны. О детях, которые со школьной скамьи ушли на фронт, ушли в партизанские отряды, садились в самолеты, защищали нашу родину. И вот одна из таких книг – это «Ночные ведьмы». Вы знаете, что немцы в войну так прозвали «Женский летный полк». Они их очень-очень боялись. Уникальная книга. Книга, которая отсылает нас подальше в историю нашей страны, князь Владимир. Это о кровавых битвах, о предательстве, которое существовало в те времена, через что пришлось пройти князю Владимиру. И почему именно его стали называть «Владимир Красносолнышко». Очень хорошая тоже иллюстрация, прекрасная иллюстрация. Я показываю чудесные шрифты. Как в мультфильме, кстати, картинки известные. Книги серии Настя и Никита выпускают. Вот такие маленькие, тоненькие книжечки. Они по всем областям знаний. Начиная с естествознания, и техника, и история, и философия, и литературоведение, и искусство, обо всём. Но они настолько интересно написаны. Вот целая серия о городах России. Это история наша. Каждый город, он представляет собой ценность. Он несёт в себе какую-то историю, какое-то значение, важность в жизни нашей страны. И читаешь, конечно, тоже прекрасные иллюстрации, согласно темам, которым посвящена книга. Стала выходить новая серия. Появилось «Детство известных людей». «Детство известных людей» – это для маленьких деток. Вот, например, Петя Первый. Но мы догадываемся, что это Петре Первым, да? О том, какой он был непоседливый, какой он был упорный, как он любил всё делать сам. Ведь маленькие дети, мы знаем, что я сам, я сам. Вот так же и Пётр Первый всё сам, да сам. Сам топором научился работать, сам кузнецом стал, понимаете? И в конце концов стал всероссийским императором, который оставил след в истории и много сделал для нашей страны. Вот такая хорошая книжечка. Вот книжечки серии. Например, я принесла вам «Мальчика, которые изменили мир». Есть ещё и девочки, которые изменили мир. Вот в данной книге 45 историй, вдохновляющих историй, о жизни самых обычных мальчиков, которые взрослели и однажды изменили мир. Это учёные, это художники, это космические первооткрыватели, это писатели. Ну, например, Леонардо да Винчи, нам хорошо, как говорится, известно это имя. Это братья Райт. Может быть, уже кто-то не знает, но можно прочитать, какой вклад они внесли в историю мировую. Вот такая книжечка. Очень мне нравятся книги Марины Дробковой о композиторах. Вот данная книга – «Погонение и скрипка». О скрипке, которую сделал тоже очень известный мастер Джузеппа Верди. Вот, очень трогательная история здесь. Очень много в библиотеку приходит познавательной литературы. Вы знаете, ведь дети, маленькие дети, они такие почемучки, они все хотят знать. И поэтому вот эти книги прямо на расхват. Вот серия стала выходить научные сказки. Например, «Что быстрее всего на свете?» Вот откроешь эту книжку и сразу узнаешь, как считать, чтобы быть необманутым. Или, например, как можно выйти из затруднительного положения, если ты знаешь законы математики и умеешь хорошо считать. Вот такая книжечка. Серия «Звездный научпоп». Вот такая серия выходит. «Физика с Григорием Остером». «Физика с Григорием Остером». Например, вот ответьте. Перестала ли действовать сила тяжести на Вовочку, который уже долетел с крыши сарая до поверхности планеты Земля? Да. Вопрос. Бориса Борисовна, я знаю, что вы очень много можете рассказывать о книгах, но я вот также вижу, пока наша программа к финалу не подошла, есть у вас читательский дневник здесь. Это вот как показатель детского чтения? Да, обязательно рассказывая о книгах и рассказывая о том, как дети читают о детском чтении. Я не могу вам не показать вот один из дневников. Это у нас дневник Мартаковой Олеси. Дети читают, не просто читают книги, они потом кратко пишут содержание, анализируют всё это, и они ещё иллюстрируют. Иллюстрируют, вот, например, какие? Вот «Кротик. История в картинках». Да? Прочитали? Ну, она же вся действующая, работающая. Пожалуйста, кротик раз, и ушёл. Ну, вот, сел в машину и поехал дальше. Да? Или, например, вот эти самые, что тут у нас такое интересное есть? Рассказ «Ключик от сказки». Вот, пожалуйста, здесь и о сказке, и ключик даже есть от неё. Вот такие вот замечательные дети. И это, конечно, очень... Показатель того, как им нравится. Да, да. И знаете, вот я вторую часть не принесла. У ребёнка прямо сделана книжная полка. Книжная полка. И корешки книг. И уже написано, что же она прочитала вот за один месяц, за второй месяц. То есть, пожалуйста, у неё наглядно уже написано, что же и что предстоит. Вот такие у нас детки. Спасибо большое. Невероятно. Аж захотелось самой всё прочитать. Я думаю, взрослым интересно. Ну, у нас летний сезон близится совсем. Вот, на носу. Как к лету ведётся подготовка? Ну, лето у нас всегда очень активное. Очень активное. Много очень мероприятий, много встреч, много интересных событий. Потому что литературные каникулы у нас под девизом «Книга солнца и дети». Это, в общем-то, масштабная такая инициатива нашей Ставропольской краевой детской библиотеки по организации содержательного досуга детей не только города Ставрополя, но и всего Ставропольского края. И вот смотрите. Конечно, у нас практикуются знакомительные экскурсии. Дом окнами в детство. Звучит? Это уже интересно. Такая экскурсия. Вот, пожалуйста, с 1 июня широко будем отмечать Международный день защиты детей. И те реализованные представления здесь. И песни, и танцы, и мастер-классы. И в заключении, конечно, самое сладкое, самое любимое лакомство детства. Мороженое будет для детей в заключении. У нас 6 июня Пушкинский день России, мы знаем, да, и день русского языка. Здесь и познавательная игра, вечно тот же, вечно новый. И это квест, мир сказок, рифм и стихотворение. Всё, это Пушкин, добрый гений, да, квест будет проходить. И ещё много мероприятий. 7 июня Международный день сказок. Ну как же детская библиотека может обойти этот замечательный праздник, да? А дальше у нас 21 июня Международный день отца. Это очень важная фигура в жизни семьи, в жизни ребёнка. И у нас будет такой папа-папочка-папуля. Литература познавательная такая игра, понимаете как? Вот. А дальше у нас день России. Это и тематические кинопоказы, и читательские турниры, и видеогиды по городам России. Кстати, вот я книги показывала. То есть они все участвуют во всём этом. А 22 июня у нас день памяти и скорби. И мы, конечно, в библиотеке проводим цикл мероприятий, посвящённые тому дню. А 25 июня день дружбы славянских, единения славян. День дружбы и единения славян. Наша ситуация в жизни – это очень важная тема. И здесь у нас о славянах игры викторийные. Дети узнают что-то новое и вспомнят что-то. А как же без дня рождения бабы-яги? Она же летом. Да, про бабку-ёшку и всех понемножку. Вот так будет праздник. Такой читательских удовольствий. Это вот такой июнь, да? Да, июнь. Это только июнь. Мария Борисовна, знаю я, что можем долго, можем много. У нас июль и август ещё впереди. Знаете, вопросов много, я думаю, останется у наших зрителей. Елена Николаевна, если ещё захотят узнать, что дальше, что в июле, в августе ждёт, куда обратиться, где посмотреть расписание вот этих праздников. Вот как раз сейчас я и хотела бы сказать в продолжение слов Марии Борисовны, что всё, что сейчас она показывала, рассказывала, с таким же успехом может узнать о литературе, вновь поступившей и аннотации каждого издания, о мероприятиях анонсных, которые будут проходить у нас в библиотеке. Каждый желающий может узнать, зайдя к нам на официальный сайт нашего учреждения. А с недавнего времени новые технологии позволили Якимовке приобрести нового сотрудника в штате. Зовут этого сотрудника Почемучка. Это голубоглазая, рыжеволосая девочка. Знает сама очень много и щедро делится всеми своими знаниями со всеми посетителями нашего сайта. Вот приглашаю всех желающих познакомиться с Почемучкой, зайдя к нам на сайт. Она очень умная, благоразумная девочка. Как Буратино. Спасибо большое. Мы вас поздравляем с праздником. Желаем вам успеха, удачи в работе. Вам большого-большого вдохновения, ведь ваша ответственность – это воспитывает наше подрастающее поколение. Спасибо вам и до новых встреч. До свидания. У нас в гостях сегодня была детская библиотека имени Якинцева и поговорили мы о дне библиотеки. Ну а вы смотрели актуальное интервью. С вами была Кристина Алексеева. Читайте, не переключайтесь и оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин